Я хочу сказать о том, о чем геополитики забывают. Они забывают, что геополитику делают люди, и все явления геополитики несут отпечаток личности человека, который участвует в этом. Я бы хотела сказать о очень серьезной закономерности, о очень серьезных тенденциях, которые сейчас в мире происходят. Мы с ними столкнулись, защищая интересы семьи, защищая семью, и понимаем, что сейчас эти тенденции имеют распространенность на весь мир. Я хотела бы предложить вам следующий взгляд. Ресурсный передел мира непрерывен, и разрыв между потребностью в невзобновляемых природных ресурсах, ограниченным их объемом, заставляет глобальные корпорации искать новые источники обогащения. И локус внимания постепенно перемещается от модели ресурса для человека к модели «человек как ресурс». Все более определяется новый объект ресурсной борьбы человек, и объектность человека определяется возможностью его использования помимо его воли. Для этого необходимо изменение мотивации и установок человека с целью внушения ему заведомо деструктивных поведенческих стратегий, как единственно возможных и желаемых для него. Конечная цель этого процесса – уничтожение человека как вида чувства самосохранения. Происходит общее явление – замещение морали правом, замена традиционалистской модели права, которая звучит как «закон на то, что справедливо», на либеральную модель «справедливо то, что законно». С помощью права реализуются наднациональные стратегии. Принудительное замещение ценностных доминант человека, изменение образа тела человека, тотальный информационный контроль над жизнедеятельностью человека. Принудительное замещение ценностных доминант человека осуществляется следующим образом. Нивелирование роли общества как социального регулятора. Общество больше не санкционирует поведение человека. Человек всегда свободен во всех своих проявлениях, он больше не оглядывается на то, что о нем думает общество. Растление детей через половое просвещение, через маркетинговые проекты типа «День Святого Валентина», «Хэллоуин», через игры-игрушки, которые не подлежат лицензированию и сертификации, через компьютерные игры, которые формируют новые поведенческие установки, нацеленные на уничтожение себя подобных, через рекламу, основным потребителем которой является ребенок, и это установлено, изгодатели рекламы нацеливают на одну только целевую группу свою рекламу, на детей, и средства массовой информации, средства массовой коммуникации, это кино, телевидение, интернет, и демонизация массового сознания, субкультуры зомби, вампиры. Сюда же относятся десакрализация рождения, это аборты, суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение, фитальная терапия, то есть изготовление лекарств из нерожденных детей и из детей, рожденных до срока. Десакрализация смерти, сюда относятся транспортология, я о ней скажу чуть попозже, хочу остановиться о ней более подробно. Десакрализация религии, через серию кампаний по дискредитированию представителей духовенства и через насаждение оккультизма. Десакрализация семьи, введение псевдоинститутов, брак для всех, гражданский брак, насильственное уничтожение семейной иерархии, замечающая семья, профессиональная семья, сертификация родительства. Далее, изменение образа тела человека, отмена биологического пола. Это целая стратегия, которая сейчас развивается во всем мире. Принятие законов о гендерном равенстве, то есть изменение модели пола человека, отмена биологического пола, замена на социальный, это непременные условия вступления стран в Евросоюз. Это продолжается также в стратегиях унисекс, когда пол теряется в одежде, в поведении, в поведенческих стереотипах, в социальных атрибутах. Нарастает движение трансгуманизма, как отказ от человеческого тела, замещение его постепенно искусственными частями, и далее отказ от тела вообще, и загрузка сознания на электронные носители, это конечная цель. И попутно с этим киборгизация человека. Тотальный контроль над жизнедеятельностью человека осуществляется через контроль над питанием человека, через геномодифицированные продукты, через контроль потребления, это дисконтные карты, то есть карты скидок, когда ясно, что человек покупает, и где можно контролировать эту сферу, каким образом. Контроль перемещения человека, это навигаторы, которые помогают нам в передвижении на дорогах, но и собирают информацию о нашем передвижении, билетная база данных, контроль наших действий осуществляется через электронные средства, через айфоны, через персональные компьютеры, контроль над персональными данными человека, составление электронного паспорта, универсальной электронной карты, на которую будут заноситься все персональные данные, и контроль над государственными данными, пакетами данных, это открытие пакетов государственных данных, это хартия открытого общества, вернее, хартия неправильно, открытых данных, документы, которые Россия подписала в июле 2013 года, например, предполагает открытие всех данных государственных для прочтения всеми членами Евросоюза. Вот два года мы это уже делаем, причем данные касаются всего и топографии, и ресурсов всех, и жизнедеятельности человека, то есть все данные выходят под контроль любого заинтересованного субъекта. В результате человек становится объектом торговли, получая цену, создается логистика, формируются рынки сбыта, как человека целиком, так и информация о нем, так и частей человека. Торговля человеком до рождения, до 17 недель продажа услуг по убийству нерожденного человека, как аборты. После 17-22 недель продажа преждевременно рожденных детей, фитальной терапии, изготовление из них лекарств, эта индустрия существует уже в мире широко распространена. Торговля человеком после рождения – это продажа детей, изъятых из некачественных семей, чем занимается ювенальная юстиция, и перемещение их под видом усыновления на продажу – это легальная цель, нелегальная для ножчерной трансплантологии и для услуг извращенцев. Это информация открыта, о ней говорят чиновники на высоком уровне. И торговля человеком, его частями в процессе умирания, то есть посмертное донорство на основании показания смерть мозга. И торговля информацией о человеке – это создание различных баз данных и перепродажа их заинтересованным субъектом. В связи с ограниченностью времени я не буду распространяться обо всем, я остановлюсь на двух моментах. Это ювенальная юстиция – это изъятие детей из семей по надуманным основаниям, это тенденция, которая распространена во всем мире, и сейчас они говорят громко в России, но она тоже существует достаточно давно, также существует в Германии, в Швеции, во Франции, это давние и очень серьезно выстроенные системы в Канаде. В основе лежит уничтожение первородного неотъемлемого права родительства, максимальное ужесточение ответственности родителей и перехват прав на детей. Список международного законодательства, которое все это закрепляет во все государства, которые присоединяются к этим документам. И на основании этого создаются такие институты. Мы пройдем дальше, и я сейчас хочу перейти к новому, вернее, явлению старому, но мы только сейчас о нем говорим, посмертное донорство. Я бы хотела, чтобы наше представительство узнало об этой проблеме, потому что она касается всего мира. Достаточно давно у нас уже, более 20 лет, около 30 лет существуют такие документы, как руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов. Я прочитаю, наверное, может быть не надо, да? Стамбульская декларация о трансплантационном туризме и торговле органами и декларация о трансплантации человеческих органов. Это модельные документы, модельные законы, на основании которых строится национальное законодательство. А теперь, что оно дает нам дальше? Это законодательная база в России. На основании этих законов, о которых я только что сказала, составлены закон Российской Федерации о трансплантации органов и тканей человека, Федеральный закон об охране здоровья граждан, в которых есть эти нормы. И в них есть базовые основания, которые определяют вообще весь характер тех процессов, которые существуют. Первое — это установление смерти человека по факту смерти мозга при сохранном сердцебиении и искусственной вентиляции легких. То есть, то посмертное донорство, которое сейчас осуществляется и широко распространяется, и поднимается, чем сейчас знаменита Украина, когда мы все слышали об этих могильниках, где люди со скрытыми внутренностями находятся, по 300 человек. Это следствие реализации этой стратегии во всем мире. Только там, где начинаются очаги войны, это выходит на поверхность неприкрыто. Итак, посмертное донорство — это изъятие у человека органов для пересадки другому человеку в тот момент, когда донор еще жив. Есть одно основание — смерть мозга, при этом должны быть сохранное сердцебиение, сохранное дыхание. И только это условие делает перспективным такое донорство, потому что кровоснабжение органа продолжается, и орган живой. По этим нормативам, каждый человек, который попадает в кому, у него прекращается деятельность мозга, обратимый или необратимый характер она имеет. Сейчас не имеет значения в данном случае. Трансплантологи готовят такого человека, ведут как потенциального донора и кондиционируют его органы, то есть спасают органы для пересадки. И почему это важно нам? Потому что человек на живую вскрывается, у него достаются органы, бьющиеся сердце, живые органы для пересадки. Опасность в чем? Потому что в этих же документах, и все это переходит в международное законодательство, все страны сейчас это у себя имеют. Есть вторая позиция, презумпция согласия граждан на посмертное донорство. Это означает, что мы все по умолчанию, в нашем законодательстве, это есть с 92-го года, мы все по умолчанию согласны на то, чтобы мы стали посмертными донорами. И сейчас в преддверии всех социально-экономических потрясений происходит активизация этих процессов донорства, и министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что все те, кто не хочет написать свое согласие на донорство и поставить отметку в паспорт, пусть не рассчитывают на нашу помощь, если им понадобится. Поскольку эти процессы имеют распространение во всем мире одновременно сейчас нарастания, мы проанализировали это действительно так, то мы сейчас переориентируемся, вся медицина сейчас сокращается, вот в Москве сейчас митинги врачи проходят, потому что идет оптимизация здравоохранения, закрытие стационаров, нерентабельно, нерентабельно лечить, рентабельно заниматься, как сказала министр, вот этим донорством, посмертным донорством, то есть изымать органы, перепродавать, пересаживать. Это тенденция, общемировая, повторяю, поэтому нам нужно сейчас трубить во все, звонить во все колокола и поднимать этот вопрос, он выходит на первый план. Это расчеловечивание в крайней степени, и геополитика будет определяться тем, какие люди ее делают. Если мы это впустим в наше общемировое пространство, то это признак цивилизационного тупика и обратной дороги не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова